Тюрьма В психологической службе работа организована в двух направлениях. Мы работаем с сотрудниками и с осужденными. И с сотрудниками и с осужденными работа начинается с момента прибытия в учреждение. Класс с огромными креслами и черными занавесками служит для психологической разгрузки самих сотрудников. Раньше психологическая разгрузка означала обыкновенную беседу со штатным психологом. Теперь на вооружении УФСИН новейшее психокоррекционное оборудование. Данные приборы нам используются где-то уже на протяжении трех лет. Всего у нас функционально где-то около четырех приборов. То есть это очки гармония, используется массажная накидка, так называемая плазма 250, ну и всеми известная люстра Чижевского. Все эти приборы в совокупности гармонизируют и создают определенную атмосферу арву в нашей коммунитиве. Странное жужжание в ушах, красно-зеленые блики в очках. Эффект от комплекса гармонии достигается через физиологические особенности психики. Определенная тональность, частота звуков и вспышек и человек успокаивается. Или наоборот возбуждается. Знаменитая люстра Чижевского заряжает воздух отрицательными ионами. Это улучшает ток крови в мозг. А плазма – это набор хаотичных брызг краски на экране под релаксирующую музыку. Заключенным, впрочем, психокоррекционное оборудование пока недоступно. С ними работают психологи по старинке. В колонии номер 9 мы смогли воочию увидеть, как это происходит. На занятии заключенным нужно разобраться, что для них было главным в жизни до тюрьмы и что будет главным после. Эта группа состоит из лиц, которые в скором времени будут освобождены. Поэтому с ними и занимаются усиленно. Мы проводим занятия со всеми категориями осужденных с момента их поступления в нашу колонию. То есть, начиная с отряда карантин, затем сопровождаем их уже в отряде непосредственно. И перед подготовкой к освобождению, где-то за полгода мы начинаем с ними уже проводить такие долгосрочные коррекционные мероприятия, направленные на подготовку к жизни на свободе осужденных. Результаты интересны. До заключения преступники интересовались материальными ценностями, деньгами, властью и авторитетом. После думают о семье, боге, дружбе и детях. Посмотрите на стенгазету, которую они склеили прямо при нас из вырезок газеты. Хочу освободиться, заново жениться, развелся с женой. Опять так же устроиться на работу. Как занятия у психологов могли переоценить ценность? Ну, переоценивать, мы здесь вместе встречаемся, обсуждаем те проблемы, которые были, чтобы не совершать вновь, так и повторить, чтобы не оказаться снова здесь. Как рассказала руководитель занятия, приходить сюда заключенные могут в любое время. Помогут с любой проблемой. Но главное – это результат. Люди, которые прошли психотренинги, пока не возвращались в места лишения свободы. Андрей Творгов, Юрий Конихин. Новость Ульяновской правды.